Привет, мои хорошие! Вторник становится днём вопроса и ответа. Сегодня у нас очень интересный выпуск. Поговорим о том, как научиться рисовать и нужен ли для этого талант. Если вам интересны мои рассуждения на эту тему, то оставайтесь со мной. Итак, как же научиться рисовать? Первое, на что я хочу обратить внимание, так это ключевое слово «научиться». То есть мы должны именно учиться. Нужно выделить время для нашего занятия в нашем расписании. И тогда точно всё получится. Второе, что за этим следует, мы начинаем учить. Да-да, начинаем учить, немножко даже зубрить. Основные законы рисования. Обращаем внимание на композицию и перспективу. Это то, с чего следует начать. Если вы хотите увидеть такие ролики на моём канале, то обязательно напишите об этом в комментариях. Третье, но не менее важное. Это мы должны выбрать, что нам нравится рисовать, что мы хотим рисовать, какие картины нас интересуют. То есть, если мы хотим изображать пейзажи, то помимо основных законов композиции и перспективы, мы должны обратить внимание на такое понятие, как соразмерность, и ещё подучить световоздушную перспективу. Это важно в создании пейзажей. И если нам нравится рисовать лошадей, нам нравятся картины с лошадьми, тогда мы начинаем смело изучать пропорции лошадок и особенности их строения. Четвёртый пункт у нас идёт в параллели с третьим. То есть, помимо того, что мы выбираем, что мы будем рисовать, нужно ещё выбрать, чем мы будем это рисовать. Материал существует огромное количество. Гуашек, варель, акрил, масло, пастель, уголь, простой карандаш. Так можно перечислять долго. Мы должны выбрать тот материал, который нам больше нравится. После чего мы уже начинаем именно рисовать то, что изучаем. Не просто зубрим тексты и основные законы, а помимо этого мы эти законы все отрисовываем. Пятое, что я хочу отметить, это подружитесь со своим внутренним критиком. Если вам не нравится рисунок, который вы нарисовали, это не повод расстраиваться, а повод спросить себя, почему он мне не нравится, какие ошибки я вижу. И тогда, когда вы начнёте этот внутренний диалог со своим критиком, у вас пойдёт обучение на ура. Ведь учиться на своих ошибках – это самое лучшее, что есть в обучении. И, конечно же, помимо минусов, всегда ищите и плюсы. Они обязательно есть в вашей работе. Те моменты, которые вам нравятся, это значит, в этих аспектах вы уже начинаете прогрессировать. Так, с каждым рисунком, введя работу над ошибками, вы увидите свой рост. Рисовать может каждый, помните об этом. Далее я хочу коснуться темы таланта. Талант – это определённые выдающиеся способности, которые открываются с приобретением опыта, формируя навык. Ещё в СССР в 50-е и 60-е годы было доказано, что талант не всегда врождённый, а чаще всего приобретённый навык вследствие воспитания человека. Я бы приравняла талант к интересу, ведь то, что нам интересно, на то мы тратим своё время и силы. Мы в этом развиваемся со временем, и нам говорят, что мы в этом талантливы. Например, моя история начинается в 17 лет, когда я решаю стать художником. Сейчас мне 25, и я могу смело заявить, что мой талант приобретённый, а не врождённый. Так что знайте, если вы хотите, если вы очень хотите, то обязательно всё получится. Главное – выделить на это время. И на этом всё. Я поделилась с вами своими идеями и размышлениями на эти темы. Также жду ваши комментарии под видео. С удовольствием почитаю, что вы думаете по этому поводу. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписались. С вами была Дыря. Помните, рисовать может каждый. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!